Все чаще и чаще появляются в социальных сетях, в средствах массовой информации. Информация о том, что в мае Украину ждет полномасштабная война. Это можно говорить о том, что Украина планирует наступление какое-то на Донецк в мае? Или может быть это уже какие-то свои начинаются отделения очередных республик? Вы знаете, что в Лизове было на правом роге, посмотрите в интернете, что произошло в Одессе. Люди начинают понимать, что происходит в стране. Народ нельзя победить. В любом случае, надо стать люди, которые будут смелые, которые свою точку зрения будут отстаивать. Это тоже как тот же Бузина, который его застрелили в Киеве. Нельзя сказать, что он был ярым поклонником ДНР, но он всегда выступал за согласия между братскими народами. Даже не республиками, а народами. То же самое сейчас происходит и в других городах Украины. Но заявление СМИ по поводу широкомасштабной войны, я думаю, это специальная подготовка для развязывания, для подготовки общественного мнения, развязывания конфликта. То есть украинская армия готовится к наступлению. Это уже видно по всем данным разведки. Мы об этом уже открыто говорим не один. Я об этом уже точно не одну неделю говорю. Я говорю, что все действия, которые предпринимаются украинскими военнослужащими, свидетельствуют о том подготовке широкомасштабного наступления. Даже направление главных ударов уже можно просчитать по скоплению войск и техники. Поэтому я думаю, что Украина готовится в мае наступать. Именно в мае? Да, это одна из элементов поддержки именно информационной. Но если они говорят в мае, они будут наступать начать и раньше. Но полномасштабная война у них начнется в любом случае в мае. Потому что если даже у нас будет 29 апреля наступать, то в мае они получат ответ. И вот такой ответ будет адекватный. На самом деле украинская армия достаточно хорошо и стабильно снабжает нас боеприпасами. Мы очень благодарны военнослужащим Украине за ту технику, которую они нам передают. Почему? Потому что из нас техники в любом случае есть. А благодаря поставкам техники и вооружения из Украины в виде котлов мы свободно можем воевать и дальше. И Украина в этом плане стабильный поставщик вооружений. И вот недавно в мае было сделано... А что еще платите? Совершенно бесплатно делают. Люди коммунитарной помощи. С одной стороны белые КамАЗы, с другой стороны зеленые, да? Да. Вот вы заявили, что желающих добровольно вступить в ряды армии ДНР настолько много, что на них не хватит вооружения уже. Какая-то численность. Можете как-то привести цифру? Вы знаете, если так вот дело дойдет до серьезного наступления украинских манослужащих, украинской армии на ДНР, готовы записаться в ряды вооруженных сил ДНР, 5-60 тысяч человек. Это больше, чем в начале было участников антитеррористической операции? Ну, понимаете, украинская армия, наращивая свои резервы русские, этим приходится заниматься и нам. Самое главное, что мы теперь понимаем, понимаете, мы когда поднимались, мы поднимались против, против нацизма, против насилия, против незаконного захвата власти в Киеве, против хунты, против навязывания нам, как надо жить, навязывания с кем дружить, с кем не дружить, куда идти, куда не идти. А сейчас мы воюем ради, ради светлого будущего наших детей, ради достойной старости наших отцов и матерей, ради счастливого и просветания, ну, счастья и просветания нашей республики, ну, ради жизни мы сейчас воюем. И вот это вот ради и поднимают людей на те вещи, на те подвиги, которые сейчас происходят. Очень большой патриотический подъем населения. Мы знаем, за что мы идем воевать, что мы хотим построить и как это сделать, мы тоже понимаем. Вот ради этого.